Приветствую вас Вера. Для начала хочется спросить у вас, кто вы, ребенку. То есть вы говорите про ребенка и про маму в третьем лице, что вызывает в общем запросы, да, к чему вы говорите об этом. В третьем лице, почему вы не говорите про своего ребенка, если это ваш ребенок, с первого лица, вот, то есть тут может быть есть какой-то некий такой смысл, ну вот, того, что вы именно так говорите. А может быть никакого смысла нет, но спросить вас об этом я должен. В любом случае, потому что это, ну, это достаточно важно. Вот. Это первое. Второе. Дочке 3 года в садик ходим с 1,8 лет. Ну, а здесь конечно сразу вот хочется вас как-то спросить что-ли, что значит ходим в садик. То есть, кто мы ходим в садик. Ну, я не думаю, что, я не думаю, что вы ходите в садик вместе со своей дочкой. Я думаю, что садик все-таки ходит она сама. Вот. И на мой взгляд, очень важно этот момент, как бы, отделить, что дочь ваша ходит в садик одна, без вас. Вот. Но, вместе с тем, тот факт, что вы говорите во множественном числе, о том, что, да, о том, что, ну, что вы ходите с дочерью в садик, как бы, вместе. Говорит о том, что эмоционально, возможно, от своей дочери вы не отделены. По крайней мере, настолько, насколько это нужно для того, чтобы, эээ, так сказать, соблюдать необходимые границы между вами и вашей дочерью. То есть, имеет место быть такая вот привязка. Имеет место быть такая вот, возможно, возможно, привязка к ээээ... дочери. Ваши. То есть, либо, там, гиберопека, либо чрезмерное отстранение. Я, конечно, этого не могу, эээ, наверняка, знать, но, вот. Такой момент. Следующий, следующий момент. Почему ребёнок ходит в детский сад? То есть, вот, эээ, какова цель, эээ, того, что ребёнок, эээ, ходит в детский сад? У, ну, у вас. То есть, если вы ребёнка ходите в сад для того, чтобы лучше его социализировать, допустим, что вполне логично. В таком-то случае, эээ, её действия, они, ну, эээ, в той или иной степени есть. А, она привязана. К маме она, у неё есть определённые трудности с эээ, социализацией, и вот она эээ, пытается, значит, таким образом, эээ, ну, как-то, эээ, восполнить то, что, эээ, у неё, по её, по её мнению, да, отобрали. Вот. Это, конечно, совершенно не факт, совершенно не факт, что у неё это отобрали. Совершенно. Но, тем не менее. Вот. Поэтому, очень важна, эээ, цель, по которой ваша дочь, эээ, ходит в садок. Очень важный этот момент вам для себя определить, зачем ребёнок у вас в садике. А, вот. Дальше. Эээ, значит, вперёд, и дотовцы плакали, но потом это прошло, шла до внучки из садика, эээ, воспитатели ей понравились. Сейчас я ответил сначала. Ну, ребёнок, эээ, в три года, ребёнок в три года, эээ, подбирает, ээээ, значит, ну, границы, вот, вот, определяет ребёнок, ээээ, границы, вот, эээ, в три года. И, вполне вероятно, что она просто испытывает вас на прочность, вот, эээ, надеюсь, что вы её из детского садика заберёте, вот, либо, эээ, она чего-то испугалась, вот, и отчаянно нуждается в маме, либо там не получилось эээ, получить то, что она хотела получить изначально от подружек, ээээ, и воспитателя, вот. Такое, в принципе, тоже вполне бывает. Эээ, понимаете, вот, вы говорите, что она очень приятная с говарна, ну, в том смысле, что, эээ, значит, она берёт, эээ, она берёт, ээээ, фотографию, да, значит, она берёт, ээээ, разговаривает с этой фотографией, эээ, вот, ну, с фотографией, ээээ, мамы. И, в общем-то, вас это тревожит. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Она показывает, условно говоря, свою такую вот несамостоятельность, да, она показывает такую вот свою неспособность, неспособность отдельно от вас, ну, находиться, вот. И это, понятно, вас беспокоит. Значит, если я прав, и вы действительно к ней эмоционально привязаны, если я прав, то вот то, с чего вам стоит начать, это именно с того, чтобы отделить себя от дочери и установить четкие границы между вами и ею. Вот. Тогда дочери будет легче справляться. Вот. То есть, условно говоря, очень важно понять, как вы ведете себя с ней дома. А если вы дома ведете себя с ней вот так, что все делаем мы, то это ее дезориентирует и мешает ей обрататься в свою самостоятельность. Вот. Если же вы дома ведете себя с ней разграничительно и она странно так всегда ведет, речь идет о какой-то проблеме, которая окружается, скорее всего, в вашей семье. И работать уже нужно с семейной, так сказать, обстановкой, семейной атмосферой, потому что именно в ней может скрыться какая-то вот проблема. Ну, какая-то, какая-то, какая-то проблематика может скрывать в ней, в ней. Вот. Я, конечно, даже в этом не уверен, но вполне может быть, вполне может быть такая вот история. Вот. И здесь очень важно просто проследить, ну, адекватно за этим, вот, за тем, как вот развиваются ваши общения, да, и ваше взаимодействие. Вот. Вот. Если оно развивается, конечно. Вот. Такая вот история, это то, что я могу вам сказать. Значит, важно понимать, вместе с тем, сколько дочери своей вы, к примеру, даете свободы, вот. Потому что если вы своей дочери не даете свободу, то тут, конечно, и говорить особо не о чем, да, потому что. Ну, ее привязанность, это, ну, ее привязанность связана именно вот с тем, что вы ограничиваете, ограничиваете ее в действиях. Вот. Вот. Дальше. А, на Слипи, что делать? Ну, во-первых, слишком мало информации. Вы, эм, эм, предоставили нам для анализов. Все-таки надо было немножко побольше, эм, побольше, побольше информации. А, вот, чтобы лучше понимать, с чем мы имеем дело, чтобы лучше понимать, что вообще, собственно, происходит. Вот. И, когда, если мы будем понимать, что происходит, ну, вот, то, вполне вероятно, мы сможем помочь, эм, вам и вашему ребенку. Эм, справиться с, эм, ну, с проблемой. Вот. А, сейчас это, просто, эм, такая, я бы сказал, эм, очень сука поданная история. Вот. Без деталей каких-то важных. Вот. И, соответственно, эм, без информации. Вот, поэтому я бы, эм, я бы хотел, эм, эм, чтобы вы отнеслись к проблеме, эм, достаточно, серьезной. Вот. Чтобы вы ее, эту, проблему, эм, по возможности, не обесценивали. Вот. Вот. Но, с ней, но вместе с тем, вместе с тем, эм, чтобы подходили к ней адекватно. А, сейчас, эм, вашей дочери, эм, навредить, эм, достаточно легко. Вот. Эм, вот. А, исправлять потом, будет, эм, достаточно, эм, тяжело. Вот. Поэтому, такая вот история. Эм, эм, я надеюсь, что мой ответ вам помог, эм, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку, эм, в качестве лучшего. Я вам, эм, желаю всего, самого доброго, удачи, и надеюсь, что, эм, ситуация, эм, разрешится самым лучшим опытом для вас. Спасибо. 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 Спасибо.